Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и Кромвеля Б в составе набора выставили на продажу. Хотят за комплект 7000 золота. Своё мнение по поводу данного комплекта и по поводу второй машины, которая идёт помимо Кромвеля в комплекте, я высказал вот-вот в этом вот видео. Заходите, посмотрите, там есть и мнение по поводу комплекта и обзор честный на FV201. Если вас интересует эта машина, посмотрите пожалуйста обзорчик, вы всё поймёте. Возвращаемся к теме данного видео. Кромвель Б в составе набора и за 7000 я считаю, что этот набор брать бессмысленно по одной простой причине, потому что даже сам FV201 не стоит 3500 золота, по моему скромному мнению. Ну а раз он не стоит 3500 золота, а Кромвеля Б тоже оценивают в 3500 косаря, соответственно 7000 данный набор уже стоить не может. Сколько должен стоить данный набор? Ребят, честно говоря, я думаю где-то в районе 3500. Это вот потолок прям. Ну прям совсем-совсем потолочная цена по одной простой причине. Потому что если FV201 я оцениваю, грубо говоря, там в 2500 золота, Кромвеля Б я оцениваю в 2000 золота, это максимум его цены, ну 2300, хорошо, окей, не будем торговаться. То вот этот вот весь набор со всем, что здесь добавили, окей, хорошо, с учетом бустеров, X5 там и вот этих вот двух камов договорились, пускай будет 5,5, но явно, ребят, не 7. Теперь что касается Кромвеля Б. За 3500 шестерка. Это первый вопрос, который у меня возник, когда я увидел предложение, потому что я не понял, почему 7 и 6 оценили в одинаковую стоимость. Плюс к тому, Кромвеля Б. Недавно, если мне память не изменяет, вообще можно было забрать бесплатно. Поэтому продавать его сейчас за 3500, ну честно говоря, как-то, не знаю, на голову мне лично не налазит. Ну окей, хорошо. Типа машина хорошая, да, и она что-то там стоит. Поэтому 3500 за шестерку, за слот в ангаре и за открытое все оборудование, которое на шестом левеле, оно в принципе практически ничего не стоит. Что такое Кромвель Б? Что такое Кромвель Б? Да ничего уникального, ребят, в Кромвеле Б абсолютно нет. Как бы там многие его не хвалили, а кто-то наоборот его не хейтил, эта машина просто практически ни о чем. Позитив? Да, есть какой-никакой. На шестом уровне 160 единиц альфы. Но, ребят, сейчас все машины, ивентовые, точнее вот эти вот батлпассовские машины, которые выставляются из месяца в месяц, имеют 160 единиц альфы. Пробитием 152, но я себе поставил в оборудовании дополнительном калиброванные снаряды для того, чтобы поднять пробитие, потому что если вы улучшите время перезарядки, да, окей, хорошо, но тогда пробой падает. И мне, честно говоря, с пробоем играть как-то, ну, все-таки поинтереснее на данной машине, чем с более быстрой перезарядкой. Хотя тоже, как куда попадешь? Что касается других характеристик по орудию, ребят, то давайте заценивать будем, как говорится, с самого, что ни на есть, низу. Минус 13, очень классные углы склонения, вопросов нет. Единственное, что башня пробивается. Ну, я не спорю, не всегда, но в основном, ребят, бьется. Да, какая-никакая броня здесь есть, даже с учетом того, что башня спереди абсолютно ровная, как угол дома, но все равно, хоть чуть-чуть брони насыпали, уже спасибо. Но далеко не гарантия того, что вас пробивать не будут, даже если вы будете модно отыгрывать от неровности. Что касается подвижности машины и всего остального, обсудим непосредственно в бою. Что касается того, что люблю заценивать в ангаре, то ДПМ 1836 в целом довольно прикольная цифра. Если вам повезет, то очень даже реализуемый ДПМ. Время перезарядки 5.23. И в целом, я бы сказал, что отыгрывается очень комфортно, очень приятно, но если сравнивать, допустим, с той же самой ФВшкой, у которой 3.5 секунды время перезарядки на седьмом уровне, с тем же самым уровнем Альфы, ну, сами понимаете, к чему клоню. Что хочется отметить, как говорится, справедливость тем, что называется, ради. Давайте с вами посмотрим на броню данной машины. Броня данной машины, как я уже сказал, не выдающаяся, хотя какая-никакая есть. 76 миллиметров. 76 миллиметров на абсолютно прямой башне. Башенка плюс-минус бронированная. Но, ребят, корпус абсолютно у нас мягкий. В корпусе искать твердых мест не придется. То же самое касается кормы. Верхний бронелист 20 миллиметров, ребят. И это практически ни о чем. С приведенкой 51. Да, пускай скос прикольный, интересный. Ну, как бы, тоже я бы сказал ни о чем. Что касается передней планки, вот этой вот, это не, ну, передний, да, получается, бронелист. Если это нижний, если это верхний, то это передний бронелист. Так вот, в переднем бронелисте насыпали столько же, сколько насыпали вот в этой вот планочке, за которой сидит мехвод. Короче говоря, ребят, по броне хвастаться нечем. И то, что вы будете отыгрывать бодро от башни, с учетом того, что она прямая, как я уже сказал, как кирпич, то, в целом, отыгрывать особо не получится. И знаете, что самое противное в кромвеле Б? Что есть обычный проходной кромвель с вот такой вот броней, ребят. Я, честно говоря, вот этого прикола вообще не понял. 14, 14, с учетом того, что у обычного проходного кромвеля эти две штукиндри, ну, имеют броню такую же, как вся планка. Короче говоря, я, честно говоря, вообще не понимаю, ребят, за что здесь 3,5 тысячи золота. Ну и давайте сравним характеристики проходной машины и премиумной машины, машина премиум класса. Тот же самый ДПМ, то же самое пробитие, альфа, выстрелы в минуту, перезарядка, калибр, скорость полета снаряда, сведение, вау, кромвеля Б, сведение круче на целых 9%. Да, засуньте вы себе это сведение с учетом того, что вы там, в принципе, практически ничем тогда не отличаетесь от проходной машины. Скорость та же самая, подвижность та же самая, скорость поворота шасси, окей, хорошо. Типа бодрее на месте будем разворачиваться для того, чтобы пендаль по заднице было легче и быстрее отхватить. Доходность 146%. Ну что, реально за 3,5 тысячи золота брать вот эту машину для того, чтобы на ней фармить со 146% на 6 левеле? Нет, ребят, все-таки это выше, как говорится, моего понимания. Не то, чтобы я был туп, но все-таки не догоняю. Ну а что касается того, что машина собой представляет в бою, давайте заедем и посмотрим, насколько кромвель Б бодренько и весело отыгрывается. Ну в целом, ребят, скажу откровенно, с его скоростью перезарядки, с его альфой на уровне, я бы сказал, что это просто обычная заурядная машина. Она не выделяется абсолютно ничем. Если, допустим, рассматривать в разрезе конкретно набора, который сейчас выставляют на продажу за 7 тысяч, то FVM 201, она все-таки обладает какой-никакой, но не то чтобы уникальностью, но отличительными чертами, которые отличают данную машину от других на уровне. Там реально бодрее перезарядка. Да, пускай там ниже альфа, но там довольно неплохой заявленный ДПМ. То есть машина, она обладает чем-то экстраординарным, пускай не во всем, пускай она там не нагибатор, я не знаю, но она доставляет какие-то ощущения нестандартные от игры. То есть вот когда ты играешь на стандартных плюс-минус машинах, да, там на ИСах, на китайских ИСах и так далее, ты в принципе играешь на монотонных машинах. Да, они там отличаются по КД, но совсем на чуть-чуть, где-то на полсекунды-секунду. Они отличаются по подвижности, но опять-таки практически неощутимо. Эту разницу можно увидеть исключительно в сравнительных таблицах. Что же касается FVM 201, да, там машина, она действительно дарит какие-то новые ощущения. Что кромвель B? Кромвель B дарит довольно неплохую подвижность. Спорить не буду, вопросов нет. Ты можешь вполне спокойно перекатываться по карте, куда хочу, туда лечу. Ты можешь реально перекинуться на другое направление, в случае, если вдруг на этом направлении тебе что-то не понравилось. Единственное, помните, что машина с места не срывается. То есть вам необходимо сначала ее раскочегарить хорошенечко, ну а потом уже, а потом уже начинать, ребят, лететь на всех парах. Так, за разговорами, за разговорами товарища растащили на запчасти без меня. Я до сих пор не кинул ни малешки урона. Вот сейчас вообще не понял, класс, не фартовенько. Так, вау, даже фраг успел сделать. Ничего себе, спасибо ребятам за то, что не дозабрали товарища без меня, дали возможность мне в него кинуть. Время сведения, как вы видите, ну далеко от божественного, все-таки время сведения такое подзатянутое, я бы так его назвал. Что касается точности орудия. В целом, я бы сказал, что можно отнести к точным орудиям, как видите, даже без полного сведения. Я вполне нормально бросаю снаряд туда, куда надо. Сейчас вот не понял. Ничего себе, неужели я был не прав по поводу брони Кромвеля Б. Может, действительно я ошибался, может, действительно данная машина обладает броней. Так, тупанул я, блин, пожадничал, пожадничал, полез, хотел этого товарища дозабрать. Фонтан мешал, силуэт у меня низкий, поэтому психанул, поехал. Так, что ж такое там? Ребят, я не то, что буду себя оправдывать, но частично себе в оправдании скажу, что мне, ну, боязно играть на Кромвеле Б, именно поэтому пытаюсь хорониться, именно поэтому мало урона нанес в данном бою. Наверное, если бы в стычку сразу залетел, может, побольше бы набросал. Обязательно сейчас запрыгиваем в следующий бой. Результаты по бою, в принципе, никакие. Кромвеле Б действительно может лучше. Здесь я спорить не буду абсолютно, просто как-то соперники быстрее закончились, чем я до них доезжал, чем я в них сводился, ну, и, честно говоря, чем я в них отстреливал после перезарядки. Вот против нас сейчас будет как раз Кромвель обычный. И я сейчас постараюсь так поаккуратнее поиграть, побольше набросать, и мне интересно, кто из нас с каким результатом с боя выйдет. Не совсем понимаю. Вот серьезно, сейчас не понимаю абсолютно, что происходит, зачем туда ехать, что мы там будем делать. Вот, ну, мы просто взяли сейчас, тупо слили направление с ТЛТ. Какую цель преследуем, я пока не понимаю, ребят. Серьезно, мы могли сейчас вот краями пробраться нормально, и может даже что-то где-то зарешать там. Ладно. Точность, не подведи. Чутко, да, вот, подвела точность, и до свидания. Давайте еще раз попробуем. Ну вот что это такое? Ну вот как? Ну, как говорится, да никак. Не пробил. Класс. Давайте еще раз. Голду. Броня не пробита. Хорошо, не спорю. СУ имеет хорошую, хорошую броню, хорошую приведенку. Ну, блин, ну вообще ни одного пробоя, ни одного попадания, с учетом полного сведения. Давайте сюда что-ли попробуем. Кромвель Б. Ну вот так вот точно я выгляжу в прицеле. Давай. Давайте пожадничайте, поднимайтесь, я может там еще немного доброшу. Едем, едем. Ребят, не прячьтесь, пожалуйста. Мне очень надо в вас немножко позакидывать. Не захотели, ребята, мы решили дальше проехать вперед немножко. Ладно, попробуем с этой стороны подобраться. Где ты тут катаешься? Пундель. Так, хорошо. Теперь с Кромвелем Б поперестреливаемся. Ну вот то, что я говорю, что брони нет, ребята. И тут, в принципе, можно даже не выцеливать какие-то зоны. И что самое парадоксальное, что в премиумной машине вот вся та же самая беда. Один в один. То есть никто не будет там прям очень долго пытаться придумать, куда вас пробить. Просто наугад бросать будут. И этого будет больше, чем достаточно. Так. Да, подвижность спасает Кромвеля. Тут я спорить не буду. Ты действительно имеешь возможность взорваться куда-нибудь. И чего-нибудь кому-нибудь тыкнуть сзади. Да, как-то сейчас плохо прозвучало. Ладно. Как прозвучало, так прозвучало. Из песни слов не выбросишь. Вот что мне делать. Ну ладно, давайте будем ждать. Может, что-то там разрешится без меня. Я не хочу сейчас вылазить. Просто понимаю, что любая тычка от любого из этих товарищей отправляет меня в ангар. И я не хочу в ангар уходить. Я хочу попытаться, может, еще один какой-нибудь шотик сделать. Не успел. Ну ладно. Чего-ничего. А, сделал что-нибудь в бою для победы. Какого-то урона набросал. Сделал даже фраг. И, честно говоря, если бы неподвижность данной машины, вообще прям ничего не было бы. 1500 единиц урона. Вот это уже ближе к реальности, ближе к правде. Теперь давайте посмотрим по результатам фарма. Я не знаю, имеет ли смысл на эти результаты смотреть, но все же. 60 тысяч с учетом установленных бустеров. Я считаю, что это явно не фармер. И прям серебро на нем косить, ну, как бы вообще бессмысленно. Теперь давайте посмотрим по результатам того, что мы смогли сделать и что сделал Кромвель в соседней команде. Ну вот, смотрите. Мой результат 1500. Его результат 808. И, честно говоря, у него вся команда не очень хорошо отыграла. Именно поэтому он, я думаю, тоже результата как такового нормального дать не мог. Хотя, в целом, ребят, по игре, по ощущениям, по тому, что машина может, по характеристикам машины, я реально не понимаю, зачем тратить 3500 золота на тупо проходную машину просто с улучшенным коэффициентом фарма. Если вы знаете ответ на вопрос, чем еще Кромвель Б, кроме коэффициента фарма, лучше, чем проходной Кромвель, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях и поправьте меня, если я не прав. Если вы за честность ютюбера, если вы за честный обзор, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. Это будет наивысшая оценка моих трудов и стараний, я стараюсь ради вас. Возвращайтесь на мои видео, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и до новых встреч. Мира вам, друзья мои, и спокойствия. Пока-пока.